Друзья, всем большущий привет! Вы на канале клана Red Hot Russian Papers и сегодня у нас аналитическое видео, посвященное режиму Линия Фронта. Путь к победе. Мы сегодня не будем говорить про различные условия регламента этого режима, мы просто расскажем о том, почему компания Wargaming так плохо подходит к подготовке всякого рода игровым событиям. Дело все в том, что вчера, в общем-то, этот режим стартовал, 7 мая, точнее даже позавчера. Вчера у нас был 8-й, сегодня 9-й. Всех, кстати говоря, с праздником Великой Победы. Вчера люди играли, но вечером появилось сообщение о том, что, в общем-то, приостановлен данный режим. По каким причинам, непонятно. И сегодня вновь его запустили. Что там произошло? Одному богу известно. Говорят, что поменяли условия получения, в общем-то, бонов. Теперь там не так много можно нафармить. Но давайте все эти подробности опустим и поговорим в целом про режим. Режим, который впервые за долгое время лично мне очень понравилось, если бы не несколько вещей. Прежде всего, это то, как компания Wargaming в очередной раз, в общем-то, сделала такой акдификации. Попросту говоря, обосралась, потому что технически они подошли к этому режиму отвратительно. Почему, спросите вы? Да потому что кругом сплошные лаги у людей с мощными компьютерами, которые, в общем-то, в обычных рандомных боях показывают там 100-120 FPS. В этом режиме FPS очень сильно даже проседает. Изменение настроек графики, в общем-то, никаким образом не помогает. Почему это происходит, непонятно. Но на это все компания Wargaming, естественно, ответит, наверное, то, что это была первая попытка, пробный запуск. Но не нужно навешать лапшу на уши. Огромное количество разных уже подобных дерьморежимов было. И, в общем-то, опыт печальный уже есть. Можно было как-то более адекватно к этому подойти и сделать все достаточно хорошо. Режим сам по себе очень даже интересный. Мне лично очень понравилось. Я сначала не вникал особо, просто брал танки, ехал, стрелял. Но потом, когда начинаешь, в общем-то, разбираться во всех этих линиях, точках захвата и так далее, становится реально интереснее. Я бы в него играл. Но вот эти вот такие черные пятна на всем этом хорошем виде технических проблем меня просто-напросто бесили. Мало того, что, ну, я не сталкивался лично прямо вот с такими сверхлагами в плане графики, но у меня танки ездили сами по себе. У меня пушка постоянно куда-то скакал, курсор, прицел. У меня выстрелы были не с... ну, в общем, когда нажимаешь на кнопку выстрел, проходит какое-то количество времени, и только потом происходит выстрел. И множество раз я в это упарывался и, в общем-то, запарывал свой выстрел и терял, в общем-то, очки дамага, которые мог заработать. И это все вкупе заставляет меня, в общем-то, сказать, что компания Wargaming в очередной раз облажалась, несмотря на то, что сделала очень даже хороший режим. Какие еще плюсы? Я лично вижу. Отличный фарм, если катать на прем-танках, а огромное количество прем-танков восьмого уровня у меня лично в ангаре есть. Если катать только на них, плюс еще подрубать плюшки, можно вывозить кучу просто серебра. Вот за среднестатистический бой, который вы видите на экранах, я здесь получил звание генерала. Правда, здесь было поражение, по-моему, что-то в районе 250 тысяч серебра, друзья. При всем при этом, у меня не были включены плюшки на кредиты. Это просто стандартная доходность данного режима. И это очень круто. Я не помню, когда компания Wargaming давала вот так вот возможность пофармить жестко. Вспоминается режим с игрушечными танками. Помните, которые, типа, как симулировали Дэнди, все такое с графикой такой скучной. Там тоже можно было здорово фармить. И вот с тех пор, я не помню, чтобы вот так вот что-то появлялось такое, чтобы можно было просто играть и вывозить такие тонны кредитов. Но опять-таки, возможно, то, что вот этот режим приостановили. Сегодня я еще не играл. Возможно, что-то там подкрутили. Или доходность, скорее всего, мне кажется, упадет. Не только в бонах дело. Мне кажется, что-то еще. Но уж точно не технические проблемы какие-то компания Wargaming собралась решать. Они просто-напросто испугались, что топовые игроки быстро займут все вот эти призовые места. Там огромное количество бонов можно действительно заработать. И потом получится так, что слишком много игроков у нас будет ездить с этим супероборудованием. Слишком много игроков у нас будет иметь кучу бонов в ангаре. И потом, возможно, появятся танки за боны. И они все скупят. В общем, испугались просто-напросто ребята из компании Wargaming. И решили немножечко там подкрутить что-то. И вот, ну, зная этих самых ребят из компании Wargaming, я уверен, что сегодня вот такие вот суммы серебра вывозить вряд ли получится. Поэтому все, кто вчера успел поиграть, успел пофармить, вы просто счастливчики. Потому что сегодня вряд ли, наверное, это вам так вот удастся сделать. Также не могу не отметить то, что, в общем-то, начислили два танка восьмого уровня. Это Т-44 и Т-32 специально для этих режимов. Но они сделали это следующим образом. Просто-напросто танки появились в ангаре. И огромное количество игроков реально не знало, чего они нужны. Я заходил в родномные бои в обычные. Люди в чате спрашивали, зачем нам начислили эти танки. На сайте никакого пояснения относительно данных танков я тоже не нашел. Можно было как-то это вроде, ну, поинтереснее, поподробнее рассказать. Вот вам танки. У вас, если нет восьмерок, пожалуйста, катайте вот на этих. Но, опять-таки, это мелочь, к которой нельзя особо придираться. Все-таки они это сделали, и это хорошо, потому что наверняка есть такие люди, которые не докачались еще от восьмого уровня. И, в общем-то, для них, пожалуйста, вот берите танк Т-44 и Т-32. Отлично, в общем-то, подходит сюда. Но я бы рекомендовал настоятельно, если у вас есть премиум танки, то катайте там, в этом режиме, на именно премиум машинах. И вы сможете попытаться вывозить огромное количество серебра. И как раз к 9 мая, к скидкам, успеете еще подфармить и купить танк, который давно мечтали, но никак не могли на него накопить. Подводя итог, хочется сказать, что компания Wargaming вроде как на верном пути, но она почему-то не оглядывается назад на свои прошлые ошибки. Прошлые режимы были беспонтовыми, дерьмовыми, отвратительными. Наконец-то у нас появился хороший режим, но технически вывести его они не смогли. И это несмотря на то, что печальный опыт уже был множество раз. На своих ошибках компания Wargaming почему-то не учится. Я надеюсь, что это все будет исправлено, и что этот режим оставит только приятное впечатление. У нас есть 4 недели, 4 недели это игровое событие будет длиться. Друзья, играйте на здоровье, и будем надеяться, что будут почаще такие режимы появляться. Возможно, он даже останется и на все время, но мне кажется, что нет почему-то. 4 недели нам дадут, потом что-то переделают и выдадут что-то новое. Посмотрим, что там будет, как бы там ни было. Это вот мои мысли относительно линии фронта. Если вам понравилось видео и вы солидарны со мной, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие вы замечали баги, проблемы, что у вас было, как вы с этим боролись. Давайте друг другу будем помогать этими советами. На этом все, оставайтесь хорошими людьми, ставьте лайки, если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал, вступайте до горячих русских перцев. Будем нагибать на линии фронта вместе. Всех еще раз с праздником Великой Победы, до новых встреч, пока.